Будто видела, помню об этом дне. Говорили, красные входят в город. Это предок мой на гнедом коне, мчал за криком своим, разорвавшим ворот. Победитель, его не задержит лес, не сломают ветра, не утопят реки. Но другой мой предок наперерез выходил остаться в бою навеки. Два врага погибли, и две строки родословные вносят в свои скрижали. До сих пор сжимаю я кулаки, вспомнив предков, чтоб руки не так дрожали. Я поповская правнучка и княжна, на конюшне прапрадед мой был запорот. Так, о Боже, что чувствовать я должна, если снится мне, красные входят в город. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа Нота Мы телекомпании Тонус. С вами, как всегда, ее ведущий Владимир Соливерстов. Сегодня у нас в гостях поэтесса Анна Гедемин. У нас обычно в передаче песни поют, а сегодня вот такая программа у нас будет чисто поэтическая, мы будем просто читать стихи. Вот. Такие передачи у нас бывали. Ну и вот сегодня еще одна. Вот. Анна, расскажите что-нибудь об этом стихотворении, которое вы прочитали. Вы знаете, оно было написано довольно давно и в позднесоветское время, и тогда оно было запрещено. Вот. Ну вот как-то так. Ну то есть в позднесоветское время оно было запрещено в том смысле, что его не напечатали. Ну его не печатали, его не разрешали читать. А, то есть. И так далее. То есть оно было идеологически неверно. Ага. Понятно. Поэтому мы его как-то полюбили сейчас. Ну не то, что полюбили, но его читал, его любил Лев Александрович Анинский, с которым я общалась. И как-то вот даже есть запись, как он читает это стихотворение. Ну вот как-то. Ну, давайте вы немножко расскажите о себе, да. То есть вот буквально какие-то там основные, так сказать, параметры биографии творческой там или не творческой. Я родилась в Москве, в семье инженеров. И вдруг ни с того ни с сего, не писала никакие стихи. Вдруг ни с того ни с сего решила поступать на факультет журналистики. И когда я уже поступила, и когда я уже стала знакомиться с редакциями, я пришла в московский комсомолец, там работало элит-объединение. Я на него посмотрела. Мне говорят, ты пишешь стихи, тогда приходи к нам. И я пришла домой и написала первое свое стихотворение. В общем, вот это не было... То есть был запрос, да, сказали, надо? Да, да. Мне было 17 лет, после этого все это хлынуло и так далее и тому подобное. А вы помните первые стихи, которые тогда в 17 лет были написаны? Помню. Читаете что-нибудь? Нет, не что-нибудь, я помню первое стихотворение. А, ну тогда вообще замечательно, потому что мне вот это всегда бывает интересно. Нет, некоторые авторы, так скажем, говорят, вот я первое стихотворение написал, но я сейчас его не читаю, то есть оно там было какое-то такое. Вот. А я говорю, ну хорошо, тогда что из того, из первого, что сейчас живо, как бы, это самое. Если вы готовы самое первое стихотворение прочитать, мне очень интересно его услышать. Дело в том, что все нормальные люди пишут стихи с трех лет, там, с четырех и так далее. А у меня все-таки это было поздно, поэтому, видимо, я и помню. Ну, я на прошлой передаче у меня был товарищ, который вообще-то на пенсии первое стихотворение написал, то есть... А, ну тогда, тогда я не чемпион даже. А так что это самое, все нормально. А стихотворение было такое. Жил-был попугай, большой попугай, говорящий к несчастью довольно редко. Но однажды случайно открылась клетка, и в чужие края улетел попугай. Жил-был воробей, смешной воробей. Какой-то чудак заточил его в клетке, Но упорхнул воробей, и с ветки высмотрел в луже съедобных червей. Людям не спится, серые их лица. Каждый надеется, что не забыт, Что неожиданно в клетку влетит Какая-нибудь сумасшедшая птица. Вот такой был стишок. Да, здорово. И это было вот в московском комсомольце, да? Ну и после этого, дело в том, что я так понимаю, Что я решила поступать на журфак, Потому что я понимала, что я гуманитарий. А быть журналистом, И писать про сухопутное разведение нутрии, И про школьные завтраки, Мне было безумно неинтересно. И вот когда я... А журфак мне был интересен очень. Там была прекрасная библиотека, Там были прекрасные преподаватели, И все такое прочее. Поэтому мне очень хотелось примкнуть к этому миру. И надо сказать, что стихи меня выручили, Потому что меня стали публиковать как стихотворца. Потом я стала работать лид-консультантом, И потом уже там в разных местах, Потом редактором. То есть вот это стало профессией таким образом. То есть писание стихов стало профессией? Нет. А, в смысле? Ну понятно. То есть литературная деятельность, скажем так. Да, литературная деятельность. Ну хорошо, давайте тогда еще читать стихи. Прямо так сразу? Ну да. Ну как? Нет, ну хорошо, давайте не сразу. Давайте постепенно. Давайте. Нет, я могу в любой момент. И давайте вот что сделаем. Я оправдаюсь, почему я не пою. У меня довольно много стихов поется. В том числе бардами и всевозможными исполнителями. И я, как правило, отношусь к этому отрицательно. Потому что я считаю... Это не всегда... Я не всегда права. Даже я. Вот. Вот, например, я Марка Менкова в свое время забраковала. Он хотел написать какую-то музыку к моим стихам. А я была тогда юная и непримиримая. Я сказала, что ни за что. Он удивился и не написал. Но позже было много всяких случаев, когда на мои стихи писали разные песни. И некоторые из них можно найти в сети. А у меня, к сожалению, абсолютный слух. Вот у меня есть такой дефект. И нервная система нежелезная. Вот два таких недостатка. Поэтому я хватаюсь за голову, за сердце. Потому что, ну вот, если будет любопытно, вы можете послушать, что поют в сети порой на мои стихи. И вот, ну один раз в жизни со мной случилось чудо, когда меня позвали выступать в библиотеку на окраине Москвы. И там очаровательная женщина, библиотекарь вдруг села к роялю и спела совершенно вот то, что на очень непростые стихи. Они у меня не такие однозначные, не такая простая сила ботоника. Вот я сейчас прочитаю то стихотворение, которое она первая озвучила. И мы с ней с тех пор вот стали сотрудничать. Ты для меня больше, чем беда, больше, чем вода в пересохшей округе. Ты для меня и шальная толпа, и лесная тропа, и друзья, и подруги. Давай сядем, как в детстве, в трамвай, чтобы лужи и брюки клешь. Давай ты никогда не умрешь, лучше уж я. И стану для тебя солнцем над головой, и лохматой травой у ограды, чтоб все подруги твои, и все супруги твои, и даже мама твоя мне были рады. Вот такое стихотворение, оно ритмически непростое и так далее. И вдруг она спела, и вот ее зовут Елена Нефедова, и есть такой вот исполнитель. Она иногда и теперь поет. Много у нее уже песен на мои стихи. Просто исполнителям кажется, что раз я пишу вот там о любви, о том, о сём, то это все так просто. А на самом деле стихи, мы-то с вами понимаем, что стихи, у них может быть и свой ритм, и своя музыка. И когда это все сопрягается с какой-то дополнительной музыкой, то возникает, в общем-то, может возникнуть даже какофония. Ну а теперь я просто почитаю немножко стихов, с вашего позволения. У меня есть несколько стихотворений с одним и тем же названием. Вот я начну с такого. Ангел, не плачь, мой ангел, не то чтобы слишком жаль, но когда ты плачешь, когда ты, чёрт возьми, плачешь, накапливают суглинки такую слякотную печаль, что, кажется, в самом деле не будет больше удачи. Начиналось всё как положено у меня. Мандариновый запах ёлки, семья и школа, а теперь вокруг ни тепла, ни огня. Лишь вот этот плаксивый ангел, почему-то женского пола. Нрав умеренный у неё, как погода в Крыму. Вся умеренная она, как гусиная стая. Я ору ей иногда, передай самому. Не могу я так больше жить. Не передаёт, пропускает. А то вдруг сядет по птичьи под потолок и заскулит, хоть совсем убегай из дома. Ты прости меня, ангел. Навязал тебе Бог неуютную спутницу. Да ты сама с ней знакома. Но знаешь, мир, данный нам в ощущение, в целом неплох. Да и жизнь ещё не исчерпана. Извините, я ещё рассмешу тебя, удивлю тебя, видит Бог. Я ещё помогу тебе. Не печалься, ангел, хранитель. А это стихотворение по заявкам. Я его забыла совершенно. И вдруг откуда-то возник мой старый-престарый знакомый. Говорит, ты что его не читаешь? Это же твоё лучшее стихотворение. Я вот так его вспомнила. Думаю, что вдруг он прав. И птичьи голоса, и летних крон завеса. Над ними в вышине возможны небеса. Но их не разглядеть среди густого леса. Так заросли плотны и птичьи голоса. У лиственных лесов природное умение Жить сумраком своим, предполагая свет. И не нужны слова, бездарные в сравнении Со звуками в душе. Каким название? Нет. Вот у меня есть такая книжка выходила. Она так и называется «Осенние праздники». А в осенние праздники станет щедрее застолье. Станут гости пьянее, и каждый взгрустнёт про своё. А куда ни посмотришь, везде почерневшее поле, Над которым привычно и страшно кружит враньё. Пусть сегодня добыча его лишь оброненный колос. Всё равно по-сиротски берёзы построились в ряд. И плакучие ивы грустят, словно матери, в голос. И могучие липы, как факелы, в голос горят. Но зачем вы печалитесь, что так бездомно поёте Сквозь блаженный и мерный вечерних церквей перезвон. И размашистый лебедь в своём гефсиманском полёте Чуть замедлится, прежде чем бросится за горизонт. — Можно спросить? — Да. — А какие это осенние праздники? — Метафора — это имеется в виду поздние праздники. Когда поздно складывается какая-то судьба и так далее. Вот в этом смысле. Я это имею в виду. Хотя осенних праздников, как мы с вами знаем, тоже много. — Ну, что-то я вот не очень знаю, кроме 7 ноября. — Покров. Ну и так далее. — Ну, Покров, да. Да, Покров похоже. — Вот сейчас я буду читать грустное очень для себя стихотворение. Сейчас вы поймёте, почему я постараюсь его. Я его долго не могла вообще читать. Опять тебя, папа, полночными бреднями почью, не думая о пробуждении, отбросив дела. Скорее всего, я была отвратительной дочерью. Но хуже другое, что больше не есть, а была. О, Господи, как с фотографией смотришь внимательно, как жить без тебя невозможно, хоть время прошло. Нет, то, что я стала для сына посредственной матерью, так это, ты знаешь, наверное, хорошо. Пусть будет ко мне не привязан и даже куражится, когда, так сказать, опустеет осенний мой сад. Но если умру, пусть ему ни на миг не покажется, что свет почернел, и в случившемся он виноват. Этот тронутый дымкой, полковничий взгляд фонарей, успевающий втиснуться в краткую тьму до рассвета. И шиповник в цвету, ошивающийся у дверей, означает одно, что в разгаре московское лето. Ну а если не понял, тебе прояснит соловей, для того он сегодня откомандирован из рая, кто рожден не в Париже, а чуточку вверх и правей, вот об этой погоде печалится, умирая. Ну а смерти потом, небеса затевают рассвет, осторожные звезды уходят на дно, как кувшинки, и над сонной землей, ни морщинки, ни облачка нет, только месяц, замешкавшийся по ошибке. Вера. Кстати, вот это стихотворение, я хочу сказать, оно тоже давнишнее, тоже из советских времен, и тоже оно было запрещено для чтения и исполнения в советское время. Я сейчас, у меня сейчас такой кусок, я читаю вот таких каких-то своих давних стихов, сейчас они кончатся, и тогда я почитаю немножко более. Ну, у всех людей, наверное, есть такие вот, свой запас, НЗ, который они читают всегда. Ну вот Вера. А солдат не вернулся домой ни весной, ни зимой. Не увидел, пройдя сквозь сени, как на добром смоленом полу, под лампадкой в углу вон оставили след колени. Все ждала, не гасила огня. Глубже день от дня головой уходила в плечи и уже не творила хулу, только в красном углу лик повесила человечий. Ну и, наверное, последний вот из этих давних, которые я люблю и читать всегда, и переносить из книжки в книжку, просто мне не хочется их забывать. А это называется «Чистолюбивая молитва». Музыка, ты пришла, наконец, листва шелестит маня. Кончено, теперь я тоже творец. Боже, прости меня. И наплевать, что злой, как оса, и от власти хмельной ангел возмездия уж полчаса носится надо мной. Милый придется чуть обождать, постой дудеть на трубе, пока не кончилась благодать, я не дамсь тебе. Ваш главный слепил меня из интриг, швырял из блеска во тьму, Но вот за этот звучащий миг я все прощаю ему. И пусть перелесок уже в огне, и пестр от змеиных лент, пойми, Если что-то зачтется мне, так этот самый момент. Не то, что звезда, а метеорит сверкнул на исходе дня. И, может, ваш главный чуть пожурит и все ж помилует мя. Вот, теперь перейдем к следующему пункту нашей программы. Вообще-то я считаюсь певцом счастливой любви. Вот даже на этой книжке, это вообще-то книжка избранных стихов, А вот это книжки издательства «Время», поэтому они такие, Вот у меня две книжки там выходили, поэтому они такие одинаковые. И там принято, чтобы на последней обложке писали о тебе отклики. И вот один из таких откликов написала Инна Кабыш, И она написала, что Анна Гедемин — это уникальный случай в русской поэзии, Это умение писать о счастливой любви. Поэтому вот этот счастливый случай. Надо сказать, что у меня стихов о счастливой любви довольно мало. Просто в этой книжке есть такой раздел, Он действительно называется «Воспоминания о счастливой зиме». И там действительно этот раздел состоит из таких абсолютно счастливых любовных стихов. И на примере этих стихов я поняла, насколько людям этого не хватает. Потому что вот это вот сейчас стихотворение, которое я прочитаю, Когда оно появилось в сети, это было лет 10 назад, Оно заняло третье место по упоминаемости в русском интернете. На первом месте была какая-то политическая партия, На втором месте был сайт гомосексуалистов, А на третьем вот это, в общем, простенькое стихотворение о счастье. Вот смотрите. Спасибо, судьба, за нежданную милость, Что счастье ко мне так рвалось и ломилось, Так жадно меня умоляла о встрече, Что я наконец-то устала перечить, Как будто очистилась жизнь от коросты, Как будто сбылись новогодние тосты, И бродит душа по расцветшему раю. Я знаю теперь, что я многое знаю, Я знаю, что прошлое было кошмаром, Что счастье дается случайно и даром, И лучшим, и худшим, и средней руки, Всему, что твердили мне, вопреки. И вот его с утра до ночи перепечатали на разных сайтах, И, в общем, это было диво-дивно, И очень приятно, и странно, и до слез. Ну, такие там еще были стихи в этом разделе. Бестолковую, несуразную Отдаю тебе жизнь свою, Ни над кем победу не праздную, Вся зареванная стою, Быть тебе мишенью для мщения, И, конечно, не смыть вины, Бесполезно искать прощения у детей твоих и жены, И с друзьями прочными нитями Ты не связан с этого дня. Вот какой подарок сомнительный Принимаешь ты от меня. Будут слухи гулкими, черными, Непривычный, бездонный тишь. Так чему ты рад, обреченный мой? Так за что ты благодаришь? Московского неба Все та же подслеповатая гладь, Во хрипшем радио все те же песни Кобзона, А я так счастлива, что забываю дышать, Да и не вижу в этом действия большого резона. Так выпить стараясь хотя бы еще одну, Забывает пьяница про визиты к начальнику и Кристины. Так в океане, уйдя на желанную глубину, Забывают вынырнуть искатели жемчуга и дельфины. Я не оставлю тебе возможности умереть от скуки, От одиночества, от печали, И пусть от жизни сохранилась лишь треть. Тебя люблю я, словно в самом начале. Пойми, что это не вечность, А только ночь миновала. И первым утром мы очнулись, Как ни в чем не бывало. Вот странная вещь стихи, да? Вот я в какой-то момент узнала, Что дельфины дышат осознанно. Это меня потрясло. То есть они не понимают, почему они могут вдохнуться, потому что им надо помнить, что да, дельфин должен вынырнуть и вдохнуть. И вот в этом стихотворении я этот сюжет использовала. Вы понимаете, а это же самый гипноз какой-то, такое вот сомнобулическое состояние. То есть вот вдруг откуда-то эти знания к тебе приходят, как в виде образов. А вы говорите музыку. На музыку это положить. Это невозможно. Не, ну, когда-нибудь придет музыка, и к вашим стихам может быть, да. Ну, так их поют. Нет-нет, вот я не против, их поют иногда, да. Ну, давайте я из этого цикла счастливого прочитаю еще один, наверное, стишок с вашим. Да, давайте. Вот, ну, а там дальше про не очень счастливую уже начинается любовь. Милый, знаю, на свете бывают цветы, великие праздники, дружелюбные окраины леса. Но последнее время все, что не ты, для меня не представляет ни малейшего интереса. Впрочем, мне кажется, это ты перекинул мост, когда изгибается радуга на весь пейзаж обозримый. А еще, мне кажется, о тебе распевает дрозд, о тебе покрываются ветви спелой рябиной. Осень брожу по коленам в золоте, что твой медас зачаровано, недосягаемо сплетней. Все это ты, мое солнце, мой звездный час, дай бог, последний. Вот, ну, и вот еще есть любовный, немножко уж, чтобы немножко эту волну, как говорится, дать ей отхлынуть. Но у меня есть и о несчастливой любви достаточно много стихов. Ну, вот немножко из них. Посмотри, эта ночь не хуже, чем в наше лето. Ты тогда записал на тетрадном обрывке чистом, что, коль бог наделил тебя крохами интеллекта, то, наверное, черт к нему инструкцию свистнул. Книжный червь и смутьян, по московским дворам скиталец, где неважно, кто встретится, первой смерть или девица. Так настойчиво мною вымечтанный красавец, что тебе ничего не осталось, только явиться. Балагур, выпускник, способный бесчетных спален, вдруг меня приручает задумавший терпеливо. Я любила тебя, и спасибо, что ты оставил мне возможность любить другого после разрыва. Над самим же тобою ночь отливает сталью, а из всех медведиц в окошке всегда большая и сжимается сердце, когда случайно представлю, как храпишь один в темноте, никому не мешая. Знай, что мне в эту ночь опять по тебе не спится, и тоски этой хватит, наверное, лет на двадцать. Да светится твоя неправедная зорница, всех других нарядней, уж можешь не сомневаться. Ты думал, пусть одиночество, только бы не воскресные, хождение, дни рождения, уж лучше к былым подружкам. В парке, где только местные, похожие на наваждение, шахматист сумерки разливает по кружкам. Озеро звездами запорожено, смотрит в небо по праву единоверца, научившееся быть незваным, потом непрошенным. Ты не смог одного совсем исчезнуть из сердца. Вот такие вот еще есть у нас. А сейчас немножко другие стихи, уже немножко не о любви. Август, полдень, елок вереницы, три недоразрушенных избы. Я сюда на запах медуницы прихожу, как в детстве, по грибы. И брожу своими же следами, и рабею у церковных стен. Что просить нам, траченным годами, очевидцам бурных перемен? Вон и туча щерится морозно, словно бы уже окончен суд. Славы стыдно, понимания поздно. О любви не просят, только ждут. Боже, стать бы тем седьмым коленом, на котором завершится месть. Медуница нежно пахнет тленом. Неужели горше запах есть? По поводу этого стихотворения на меня набросились ботаники. У меня очень такая многострадальная в этом смысле жизнь, потому что когда-то на меня набросились астрономы, но они, как выяснилось, спустя 20 лет, они были неправы. Но сейчас не о них речь. А тут на меня набросились ботаники, потому что медуница — это весенний цветок. А у меня здесь август. Ну, просто они не очень хорошо знают контекст, а вот в Москве, Подмосковье дети медуницы называют такие зонтичные какие-то растения, которые пахнут медом. И это, оказывается, неправильная медуница. И, в общем, вот было такое целое выяснение. Это не та медуница, которая цветет весной, а другой цветок, который не медудится, но его иногда называют медуницей. Так, его называют медуницей. Ну, был у меня такой вот. Ну, да. Вот. Но уж раз я упомянула у астрономов, у меня было стихотворение про метеор или про метеорит. К сожалению, я не готовилась его читать. Меня сейчас озарило. Я постараюсь его вспомнить точно. Стихотворение такое. Я долгие годы стеснялась его озвучивать. Ну, такое, метеорит. От прыск дальних и злых внеземных пожарищ, миновавший в пылу не один парсек. Прилетел он бессмысленно, угрожающий, как бегущий по городу дровосек. Не буду я дальше читать, я боюсь забыть его. Но то, что он пролетел не один парсек, астрономов 90-х годов возбудило до такой степени, что они на меня набросились, они меня высмеивали и клеймили в тогда еще только появившемся интернете. И говорили, что метеорит не может пролететь ни один парсек. Я согласилась, прошло, страшно сказать, лет 15, и выяснилось, что метеорит таки может пролететь ни один парсек. Так что, видите, надо бояться поэтов или стихотворцев, во всяком случае, и с ними лишний раз не спорить. Ну, вообще, поэты, они обладают каким-то, с моей точки зрения, даром провидения, что ли. Вот. И очень часто так бывает, что поэтические строки написаны по какому-то поводу, потом бах, и берут, и воплощаются. Осталось переименовать Медуницу. Будем ждать. Вот. Ну, а сейчас, наверное, немножко вот уже из самых последних, недавних стихов. То не жизнь завершается, просто год. В эту пору не жди от земли щедрот, Будут яркими только сны. В ноябре надо сжаться в клубок, в комок, Чтоб сберечь не огонь, так хотя б дымок. С ним верней дождешься весны. А вокруг зачерствеют ночные льды, Станет в мире много сухой воды, Все живое сойдет к нулю. С приближением к бездонному декабрю. Не верь тому, что я говорю, Если только не говорю, что люблю. О! Кстати, вот это стихотворение поет автор-исполнитель. Есть такой Ирина Морозовская в Одессе. Вот она написала песню. Очень... Меня не возражает. На эти стихи. Да, вот на эти стихи. И я об этом вспомнила, честно, с ее секунды только. Вот. А что касается предсказаний, То действительно у меня было такое вот Перед пандемией я написала вот такое вот Стихотворение. Никого предчувствием не мучая, Тихо заполняя небеса, Туча собирается дремучая, До зимы всего за полчаса. Даль пока светла, голубоватая, Но душе еще совсем апрель, Только где-то пайку отрабатывая, Для порядку бреханет кобель, Тоже ведь из наших, Из несведущих, Как попал неловкий переплет, Как дожить до дней весенних, Следующих. Да и кто, бог знает, доживет, Разве что луна, Монетка медная, В наших кущах вечный новосел. Вон глядит в упор, Беды не ведая, Просто возвещает. Вот и все. Мне сказали, Ты спрашивал обо мне У всех подряд, Вспоминал наш август В южной стране, А еще говорят, Что как прежде лезешь ты на рожон, Не жалея огня, И легко уводишь соседских жен, Как когда-то меня, Ибо ты победитель, Ибо напарт со звездой на груди. Мне сказали, Был у тебя инфаркт, Но худше позади. Я тяну эту осень в глуши, Как тать, В доме чужом одна, Но здесь все, О чем возможно мечтать. Речка, лес, тишина, Кем-то брошено старенькое пальто, Воет ветер в трубе, И да, вот сердце мое, Если что, возьми себе. Я говорила о стихотворении «Ангел». У меня недавно появился еще один ангел, Но уже на следующем немножко витке. «Ангел суровый, Темноголовый, Хмурится, не знамо по ком, Держится особняком. Все на него смотрю, Тихо так говорю, Ты средь бела дня Забудь про меня, Средь ненастного дня Жить смогу без огня, Но средь черного дня Подними меня Со дна, Ото сна, А дальше уж я сама, Я ль потом возрапщу, Дар твой не возмещу, В небеса не направлю Золотую прощу. На станции В безлюдный чайный Назначенный под снос, Какой узор Необычайный Нарисовал мороз. Средь фантастических растений, Цветущих на стекле, Промелькивают чьи-то тени, Родные в том числе, Тех, Драгоценных И не очень. Теперь со стороны Из этой непроглядной ночи Они почти равны, Шумливых, Все же постаревших, Озявших без огня, Не обязательно умерших, Покинувших Меня. Что ж, Сколько ни броди по свету, Судьбу не превозмочь, И ты однажды Выйдешь в эту Распахнутую ночь, И ни разлук уже, Ни горя, Свет одолеет тьму, И мы, как прежде, В общем хоре Споем по одному. Когда мы Уже не помышляем о лете, Солнце не просим, Начинается жизнь В таракотовом цвете, Поздняя осень. Краткая милость Перед мертвой зимой Многоточье, Славься вовеки, Стеклянные яблоки После морозной ночи Стынут на ветке, Падают, Словно елочные шары Разлетаются, Только тронешь. Лишь вороны Все ахают, Все придумать Пытаются свой Воронеж. А я каждый вечер Гляжу, Как тонет Солнечный диск В поздней кроне. Только бы не облака, Только бы не отвлечься, Не проворонить. Ну давайте такое еще. На последнем этаже. Это надо сказать Правда, Потому что я действительно Живу на последнем этаже. Здесь небо по щиколотку, Здесь Бог виден При ясной погоде, И даже хрущевки внизу Напоминают лубок, Нераздражающий вроде. Отсюда чаще уходит в вечность, Реже к венцу. Так поздним летом Мама, легко вздохнув, Переместилась к отцу В воздухе перегретом. Здесь не досуг Помянуть, Надь, обиды. Сюда не долетают Зависть и лесть, Разве что голуби, Да болиты. И если страх и отчаяние Где-нибудь есть, То сегодня не здесь. Ну, к сожалению, Время нашей передачи Подходит к концу. Вот, Сегодня, Собственно говоря, Я, Можно сказать, Сычковал. Поэтому это самое. Но прежде чем Мы Перейдем К ее завершению, Я хотел вас Попросить По нашей традиции Что-нибудь пожелать Нашим зрителям. Вот. И потом уже Еще Прочитать какое-то Стихотворение. Ну, я даже не знаю, Что, Ну, как, Всегда хочется желать Любви, Покоя, Мира, Счастья, Радости. Хочется пожелать Поэзии В том Широком смысле В каком она Есть жизнь. Это не я придумала, Это был такой Олтер Рейли, Был такой Знаменитый Пират, Который плавал За золотым руном И так далее. Это была легендарная Личность. Я когда-то Прочитала его Письма, Они были опубликованы. Он, когда было уже Известно, Что он выживет, Он написал Письма своему сыну. И он написал, Что поэзия Это совсем Не рифмованные строчки, А это Отношение к жизни, Это жизнь, Это отношение Между людьми, Это может быть Отношение к женщине, Может быть, Отношение к друзьям. Ну, вот я хочу пожелать Вот такой Поэзии. В хорошем смысле Этого слова. Да, Хорошо. Так, Что надо прочитать? Ну, да. Есть такое у меня Стихотворение, Называется «Возвращение». Вдоль тропы Гуляют сквозняки, И головки клонят Васильки Строго в направлении Реки. А заслышав Медленный гудок, Бурый пес Натянет поводок И поймает Носом Холодок. Ну, а в доме Щелкают дрова, Мысли превращаются В слова, Понимаешь, Что была Права. Здесь Не бродит Ветер Перемен, Пляшет Пламя, Что твоя Кармен, Ничего я не хочу Взамен. Все. Продолжение следует...